Всем привет, это снова Какой-то Парень. В 2007 году в Лас-Вегасе позолоченный мальчик решил выйти против непобежденного денежного малыша за титул WBC в первом среднем весе. И это была первая защита для Оскара, но знал ли мальчик, что он не найдет ключ от этого сейфа с деньгами? И фаворитом в этом бою был, конечно же, Мэй Везер, хотя он и сам не думал, что Оскар еще доставит ему немного проблем в ринге. Первый раунд и Оскар пока не понимает, что его бьют. Ну и пока не понимает, где находится Флой. Но мы-то все тут видим, да, что Оскар в каких-то моментах и не проиграл даже здесь. Во втором раунде Оскар решил наверстать упущенное в первом и пошел вперед. Но ведь там еще нужно попасть, а это чуть сложнее, чем просто ходить. Ну и в этом раунде это случилось, причем взаимно. Ну а Мэй Везер пока работает джебами и если начинается какая-то заварушка, то он просто уходит в клинч. Ну так проще. Зачем размениваться с Оскаром? А между тем Далахой ищет удобный момент, чтобы набить лицо Флойду и срубить очков на записках. Ну так себе идейка выиграть, конечно. А между делом весь зал болеет за золотого мальчика. И любая атака Оскара сопровождается гулом толпы. Даже если он в углу выбросит пару ударов, мне кажется, толпа встанет и закричит Оскар вперед. В начале третьего раунда Оскар пропускает удар и возвращает несколько в защиту Майского. Ну тут типа ничья. Но Далахой на этом не успокоился и продолжил попытки попасть в Мэй Везера. Но он в принципе быстро понял, что у него что-то не работает тут. А не работает у него турбина, не успевает ни ответить, ни попасть. А Флойд успевает и попасть, и уйти. Спокойно так, как пнуть забор, обойти его и пнуть его еще раз. И каждый раз Оскар ведется вот на этот фокус, как у нас полустраны на МММ. Вроде знает, что развод, а все равно идут. Такое ощущение, что Флойд где-то накрутил с настройками у себя. И на ногах он перемещается не во вселенной Далахой. Четвертый раунд начал снова Далахоя, но Мэй Везер пока побеждает одним джебом. Стиль Кличко начал свой путь, мне кажется, отсюда. И вновь находчивый Оскар решает выколотить печень Флойду, как коврик от пыли. Мэй Везер спокойно переносит это непонятное действие и делает вид, что ничего и не было особо-то. И выкидывает двоечку в лицо Оскара. И заканчивает раунд Флойд уже серии в слегка потерянного Оскара Далахоя, который то ли пока не включился, то ли уже выключился из игры. В пятом раунде Флойд действует более агрессивно и не оставляет без ответа атаки Оскара. А Оскар тем временем нашел ключ к победе. Или он просто бесится. Ну и снова заруба в защиту. Ну не работает ведь Оскар. А вот тут у Флойда работают контратаки. Да и такие, что Далахоя машет не то чтобы в защиту, а уже вокруг защиты прям. Ну а Флойд бьет на выбор уже просто в стоячего Оскара. Метафора какая-то, ну да и ладно. А вот в этом моменте больше работает Флойд корпусом, чем Далахоя руками. И это все? Это все, что ты можешь, как бы говорит Флойд? Но Оскара так просто не уронить. Шестой раунд и Оскар снова в деле. Неплохо. Ну а вот тут стало понятно, что и Далахоя тоже умеет уворачиваться. Даже Мэйвезер немного булочки напряг. И попадание от Далахоя чистое, как слезы его фанатов после боя. И Мэйвезер пока стреляет одиночными и не дает Оскару устроить зарубу. Оно и понятно, кому это нужно. В седьмом раунде Флойд стал жидким и перетекал между ударами Оскара. Либо его так намазали в базилином, что в него стало невозможно попасть. Ну а Флойд тем временем набрасывает прям в Оскар и все успешно, все туда. Мэйвезер в домике, Оскар стучится в двери и ему открывают с ударом в голову. Неприятно. В восьмом раунде Флойд снова разрешает себя бить. Ну а наверное для того, чтобы пару раз втащить на контрударе справа. И пока Оскар думает, Флойд его лупит, как провинившегося котенка. А Оскар снова пытается попасть наугад. И это иногда работает, что тоже бесит Флойда. Прям на эмоциях заканчивают ребята этот раунд. В девятом раунде Флойд перестал стесняться бить справа, а Оскар в это время думал, когда же это все закончится. А это не заканчивалось. Ну и Далахой держалку немного потренировал. Тоже неплохо. И снова Золотой в атаке. Но это всего лишь улыбает Майского. Ведь у него еще осталась скорость. Ничего не скажешь про Оскар. Я пытался перевести то, что говорят в углу, но там... Что это? Что там говорят? Ну, в общем, тут нормально все. Наверное. А, ну тут тоже вот. В общем, работай джебом. Это единственное, что я разобрал. Десятый раунд и снова Оскар первым номером. Конечно, были бы силы, он мог бы еще наковырять там чего-то, но пока никак. А вот Майский накатывает неплохо. Точность явно у него выше, чем у Оскара, и отсюда и складывается результат по раундам. И Флойд явно хочет пожалеть Оскара, но он же все понимает. Ну вот, что тут непонятного? Все понятно. И финальная точка в этом раунде. Красиво! Одиннадцатый раунд и Мэйвезер решил наконец-то взять инициативу, как девочку за жопу, лучше поздно, наверное, чем никогда, да? И немного сопротивления ей от Оскара. Ну и снова выдача пряников. Оскар уже ничего не успевает, потому что, ну, много сегодня досталось воздуху от Оскара, и он, его он точно победил здесь. И иногда, конечно, в Майского попадает что-то, но не всегда. А вот это, наверное, самая зрелищная атака Оскара, там неплохо так в дверь постучали. Двенадцатый раунд и Далахо рад развить, но Флойд его опережает, понимает, что бензин у Оскара закончился. А Флойд, видимо, на джидрайв перешел, и, собственно говоря, вот что из этого выходит. Флойд выжидал все это время, пока Оскар устанет, и теперь может себе позволить. И все эти колотушки только весели от Флойда, но... Оскар надеется. И он продолжает давить, и если бы Флойд обладал ударом, Далахо я давно бы уже спал в кроватке. Потому что моментов попасть было колоссальное количество. Ну и как закончить концовку одного из главных боев десятилетия? Конечно же, в Зарубе. Было бы круто кого-то уронить здесь, но нет. Не сегодня. И, в общем, они тут довольны оба. Можно, конечно, долго говорить, кто победил в этом бою, но Далахо я не расстроился. Он был агрессором, а Мэйвезер выбрал правильную тактику работы вторым номером на ошибках Оскара. И раздельным решением побеждает Флойд Мэйвезер. Да не, не, все тут нормально. Все все понимают. Всем спасибо. С вами был... Какой-то парень. С вами был Игорь Негода.